МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На дне этого ледяного северного озера покоятся сотни кораблей. Таинственный подводный гул пугает рыбаков и туристов, возвещая о несчастьях. Огромные волны убийцы готовы в любой момент смести все живое. Каждую ночь просторы Ладовского озера бороздит корабль с цифрой 666 вместо названия. За штурвалом мрачный капитан Юхан Сигвард, собирающий дань для духов озера. Тот, кто ступает на палубу его корабля, исчезает навсегда. КАРВАННОН КАРВАННОН 1939 год. Два финских рыбака Карваннен и Таканен задержались на промысле. На озеро опустилась тихая ночь. Показалась луна, озарив все вокруг холодным, мертвенным светом. Внезапно чуткое ухо Карваннена уловило прерывистый вой. Он становился все отчетливей. И столько скрытой угрозы и ярости таилось в нем, что оба замерли и тревожно переглянулись. Лодку качнуло тяжелой волной, и рыбаки увидели проходящий недалеко от них на малых оборотах небольшой корабль, недавно обосновавшегося в их деревушке Юхана Сигварда. Юхан стоял на носу судна и издавал этот неистовый и пугающий звук. Издалека, с темных просторов Ладоги, как будто в ответ Юхану прокатился глухой гул. И вода на горизонте на мгновение вдруг вспыхнула ярким светом. Мотобот Сигварда тут же изменил курс и направился к месту недавней вспышки. Озеро, которое часто называют Ладожским морем, крупнейшее в Европе. И действительно, хотя вода в нем пресная, населяют его обитатели морей. Штормовые волны по величине и силе не уступают пятиметровым океанским, а ветер неожиданно меняет направление и силу. Стороны света здесь как бы смещены и поменялись местами. В южной части озеро замерзает раньше, чем в северной. Необычные оптические эффекты создает и ладожская вода. Местами она мутная и впрямь болотистая. И здесь же рядом кристально прозрачная. Путешествие по Ладожскому озеру всегда считалось опасным даже среди бывалых моряков. Сегодня дно Ладоги устилают останки кораблей, потерпевших кораблекрушение. Среди местных любителей подводного плавания появилось даже особое направление. Рэк погружения, во время которых дайверы находят и исследуют затонувшие объекты. Корабли, самолеты, машины и даже поезда, затонувшие в разное время на Ладоге. Сколько этих объектов, точно сегодня не может сказать никто. В Ладоге настолько много неизведанного и столько много затонувших кораблей, столько много необъяснимых явлений, которые встречаются, что можно ее изучать еще долго-долго. И не только на наш век, но и на век наших детей, внуков, этих необъяснимых явлений хватит. Константин Овчинников – водолаз. В свободное от работы время он приезжает на Ладожское озеро вместе с друзьями, чтобы для военно-исторического музея отыскать в глубинах озера останки затонувших кораблей и знаменитые машины-полуторки, которые работали на дороге жизни, проложенной по льду Ладожского озера в Великую Отечественную войну. Сегодня Константин и его друзья отправляются поднимать очередную машину. Каждый такой выход в Ладогу, по словам Константина, зачастую сопровождается необъяснимыми явлениями. И ни одна экспедиция не обходится без трудностей. Как будто озеро не желает отдавать то, что когда-то забрало у человека. В начале августа 2004 года Константин Овчинников вместе с командой направлялся к месту подъема очередной машины. В густом тумане он чуть не столкнулся с непонятным судном, которое двигалось прямо на него. Как утверждал потом Константин, радары ничего не показывали, и он, увидев в тумане силуэт ржавого мотобота, в последний момент успел вывернуть штурвал вправо. Я уже руль крутил, там, быстрее, быстрее, и вот расходились, но с этим ботом огней нету, не горят, то есть никаких ходовых. Расходились прямо вот, ну, в метрах, там, совсем рядом. После чего пытался связаться по рации со странным судном. Сторону, в сторону отворачивайте, отворачивайте сторону. Быстрее отворачивайте. Но ответа не последовало. Ржавый мотобот вновь исчез в тумане. В общем-то, я и не понял даже, что это за корабль, или за катер был такой ржавый, но ни ходовых огней, ничего, то есть он идет абсолютно бесшумно, хотя волна за ним какая-то оставалась. Это не первое появление странного судна в водах Ладоги. Команды пассажирских пароходов, грузовых и рыболовецких судов время от времени наблюдают в разных районах озера мрачный, неухоженный мотобот. Обычно его видят в сумраке наступающего рассвета, либо на закате. Но несколько раз встречали и днем. На облупленных, проржавевших бортах с трудом угадывался какой-то трехзначный номер. Более того, упоминание о странном корабле встречается в рассказах местных жителей на протяжении последних 60 лет. Ничего хорошего появления загадочного мотобота не сулит. В августе 1982 года из пионерского лагеря Ладожский сбежали три подростка. Они направились к причалу, где стояли корабли. Один из капитанов позвал мальчиков к себе на корабль. Старый мотобот был похож на музейный экспонат. Дети перелезли через борт и корабль отчалил. В это время уже весь лагерь искал беглецов. Одна из вожатых заметила отплывающий мотобот и пионеров на его корме. Дети радостно галдели, а мотобот скрылся в вечернем тумане. На поиски пионеров, увезенных на неизвестном судне, были брошены милицейские силы. Пропавших детей искали долго, но тщетно. Неустановленным остался и мотобот. Хотя следствие проверило все малотоннажные суда северо-западного пароходства и даже ленинградского морского порта. Куда и зачем увозят людей таинственный корабль? Об этом знает только его капитан, чернокнижник Юхан Сигвард. Ладога. Настоящее кладбище погибших кораблей. Духи озера насылают на моряков ураганы и гигантские волны, а чернокнижник Юхан Сигвард на своем призрачном корабле похищает людей. Загадочные события, происходящие на Ладожском озере, привлекают внимание многих исследователей аномальных явлений. Петербургский ученый Юрий Попов несколько лет занимается поиском корабля-призрака. Историю с появлением странного судна, то появлявшимся, то пропадавшим на Ладожском озере, я услышал в 50-х годах. Она, конечно, заинтересовала меня. И я начал собирать данные из газет, очевидцев, разговоры различные об этом явлении. И из того, что мне удалось собрать, можно сделать такой вывод, что началось все в городе Приозерске, который расположен на берегу Ладожского озера. Город Приозерск, он же Карелла, он же Кексгольм. На протяжении своей истории переходил то к русским, то к шведам, то к финнам. В 1937 году здесь поселился шведский капитан Юхан Сигвард. Его появление в заштатном финском городке вызвало повышенный интерес, который скоро сменился чувством неприязни и страха. К чему, кстати, имелись веские основания. Сигвард был огромного роста, силен и нелюдим. Всех финнов считал недочеловеками, о чем бывало и сообщал местным жителям. Это реальный человек, о котором до сих пор ходит очень много разноречивых слухов. Некоторые исследователи считают его ну просто чудаком, безобидным чудаком, а другие, напротив, считают, что это был очень злобный чернокнижник, который познал очень много тайных знаний. И пытался их осуществить на деле. Поселился он на Дальней Мызе, месте, имеющем скверную репутацию. На воскресных церковных службах отсутствовал. Вскоре Сигвард приобрел старый морской мотобот Господня Благодать и, закрасив его прежнее название, вывел на борту черной краской зловещие цифры 666. Три шестерки, число зверя, особое число, упоминаемое в Библии. Нумерологическое воплощение ставленника сатаны антихриста. Одна шестерка это положительное действие, две шестерки тоже будет положительное действие, а три шестерки это уже круг замкнулся, это действие законченное. И вот максимальное напряжение энергии переходит в новый виток. Три шестерки они могут уничтожить человека, если он не готов к общению с этой энергией. Если недостаточно доброты, а обычно у людей, которые туда лезут, недостаточно доброты, они убирают себя с этого мира в мир иной. Спустя всего несколько месяцев, в конце августа 1937 года, произойдут события, которые перевернут жизнь маленького финского городка. Юрий Попов несколько раз ездил в Финляндию и отыскал в архивах военно-морского флота этой страны личное дело капитана Сигварда. Согласно ему, Юхан Сигвард родился в Упселе в 1883 году. С отличием окончил морскую навигаторскую школу в Гетеборге. В 1923 году вступил в запрещенную секту великий граф Барбатос. Барбатос это имя демона, который был описан в книге Демонология в 16 веке демонологом Иоганном Вертом. Ставший адептом этой секты он начал капитан изучать чернокнижие и в 1930 году его темная связь с этими людьми вышла наружу и он стал преследоваться властями Швеции. В 1930 году будучи капитаном судна королева Кристина Сигвард справлял на корабле таинственные обряды. На них собирались самые мрачные и подозрительные люди каких только можно было представить. Это совершенно не понравилось начальству Сигварда и он был уволен из морского ведомства. До 1937 года он проживал в Германии и Польше и Венгрии пока наконец не перебрался в финский город Кексгольм. Капитан Сигвард не случайно появился в этом городе. Его предки 300 лет назад участвовали в строительстве крепости. Очевидно какие-то тайны связанные с этой крепостью были известны капитану Сигварду. Он искал там какие-то реликвии. Поздно ночью когда весь город спал капитан Сигвард отправился к старой крепости. Двигаясь вдоль каменной стены он дошел до ее поворота остановился и стал вынимать замурованный в стене камень. Положив камень на землю Сигвард со всей силы ударил по нему. Камень разлетелся на мелкие кусочки. Внутри него оказалась небольшая старинная книга спрятанная предками капитана которые в совершенстве владели тайными знаниями. В этой книге были собраны магические заклинания которыми они пользовались. Именно эти знания и должны были помочь Сигварду в деле которое он задумал. С этого момента капитан Сигвард каждую ночь стал выходить на корабле в открытую ладогу. Зачем? Местные жители могли только гадать. Но то что не для лова рыбы в этом никто не сомневался. Еще настораживало жителей что каждый такой выход мотобота сопровождался странным гулом и небольшими сотрясениями земли. Ладожское озеро. В его неспокойных водах можно встретить летучего голландца который выглядит как обыкновенный старый мотобот. Но это опасная встреча. Ведь на борту у призрачного судна число зверя 666. А у штурвала зловещий капитан не знающей жалости. гостей не знающего Гудок паровоза стон лопнувшей гитарной струны вот с чем можно сравнить гул который происходит на Ладожском озере. Местные жители называют его бронтиды. Традиционная загадка, которая ведет начало изучения ее еще от начала 19 века Это необычные такие взрывоподобные шумы, которые иногда фиксируются в Ладовском озере Хотя непонятно откуда они идут Это явление на Ладоге фиксируется давно В начале 1904 года в новогоднюю ночь Обитатели деревни Быково, что на берегу Ладожского озера Услышали слабый подземный гул, который все нарастал и усиливался Вскоре задребезжали стекла в окнах, зазвенела посуда, перестали ходить часы В какое-то мгновение все ощутили, как дрожит земля под ногами Испуганные люди выбегали из домов К счастью, все вскоре прекратилось, земля перестала вздрагивать Это был не единичный случай В 1858 году, путешествуя по Ладожскому озеру Знаменитый французский писатель Александр Дюма Стал свидетелем странного гула, доносящегося со дна озера Ладога была затянута туманом, гремел гром, озеро бурлило, словно вода в котле Корабль бросала из стороны в сторону Писатель был по-настоящему напуган и описал этот случай в своем дневнике В 1914 году в главную физическую обсерваторию в Петербурге Пришло послание от монахов Валаамского монастыря В нем сообщалось, что за истекшие пять лет Они часто слышали в юго-западной и западной сторонах Ладожского озера Подземные гулы, имеющие сходство с отдаленными пушечными выстрелами Иногда гул сопровождался чуть заметным содроганием почвы Исследователи заинтересовались изложенными монахами фактами И поручили проверить их сотрудникам сейсмической комиссии В 1915 году Центральное бюро сейсмической комиссии Решило построить на острове Валаам сейсмологическую станцию В течение нескольких месяцев лаборатория фиксировала все подводные толчки Но весенний паводок затопил помещение и уничтожил большую часть собранных данных Слышат необычные звуки Ладоги и сегодня Чаще всего с загадочным явлением сталкиваются рыбаки Экскурсанты пассажирских судов И их смены Водолаз Константин Овчинников Сам не раз становился свидетелем странных подземных звуков И обычно это происходит в тот момент Когда группа водолазов работает на дне озера Бывает этот шум происходит как звяканье Как удар какого-то колокола Бывает этот шум как скрежет металла Но видимо здесь какая-то чистота немножко другая И поэтому вот эти шумы Они вызывают очень неприятные ощущения у людей Люди начинают так нервничать Вести себя беспокойно Искать какую-то причину почему и откуда берется этот шум Этими шумами занимались в какой-то степени монахи Которые жили в Новоламском монастыре В Каневецком монастыре Занимались специалисты по аномальным явлениям Уфологи в частности И специалисты вполне так сказать официальных наук Азероведы, гидрологи Этими вопросами интересовали специалисты Из Судозероведения Из гидрометеорологического университета Который я представляю Специалисты института эволюционной физиологии Вот они записывали сведения об этом Но явление настолько редкое Что не удалось, насколько я знаю, даже записать на магнитофон Сам этот грохот И окончательно тут, так сказать, какой-то теории Пока что еще не создано Петербургский исследователь аномальных явлений Юрий Попов Собрал достаточно полную информацию Об этих удивительных явлениях Он обратил внимание на то, что последние сто лет Они происходят в определенные периоды времени По финно-угорским поверьям Несколько раз в году на Ладжеском озере Нечистая сила устраивает шабаши Я рассмотрел времена появления звуковых вот этих явлений И сопоставил их с календарем финно-угорцев Оказалось, они находятся в очень близкой зависимости Практически совпадают Финно-угорские народы верили, что каждый год 31 августа Нечистая сила собирается на шабаш И шабаш этот происходит на Ладоге 31 августа, накануне дня святого Улафа Когда по старинным скандинавским поверьям Ведьмы и прочая нечисть слетаются на шабаш Над Ладогой разразился сильнейший ураган и гроза Такого буйства стихии не помнили старожилы Волнами повредило городской причал Порывами ветра ввалило вековые деревья И срывало кровлю с домов После этого урагана Сигварда и его мотобо-3-6 Который ночью, несмотря на непогоду, вышел в открытую Ладогу Больше никто не видел Полицейские запросы в ближайшие порты И даже официальное обращение к советским пограничникам Не принесли положительных результатов Почему же для своего исчезновения Капитан Сигвард выбрал такую страшную ночь? Возможно, как и жители Кексгольма Он верил, что Ладога разбушевалась не сама по себе Это веселятся духи озера Они главные хранители ладожских тайн и сокровищ Именно на поиски этих сокровищ И отправлялся каждую ночь капитан мотобота 3-6 Мир, который вокруг нас, мы его не осознаем Он двойственный Состоит из видимого и невидимого Я с вами общаюсь Вы меня понимаете, но слов не видно Мои действия видят все Но процесс мыслительный никто не видит То есть мир двойственный Точно так же и в духовной сфере Есть духи, которых мы не видим Но они существуют рядом с нами Прибыв на место поиска Судно Константина Овчинникова встало на якоре Эхолот показывал, что в этом месте на дне что-то есть Один из водолазов спустился в воду И начал осматривать дно Чтобы убедиться в правильности показания прибора И вскоре сообщил о находке На дне лежали части от автомашины ГАЗ-АА Полуторки, как ее все называли в годы Великой Отечественной войны Константин дал команду Готовиться к подъему Во время Второй мировой войны Ладожское озеро использовали Для переправы продовольствия и боеприпасов В блокадный Ленинград По знаменитой дороге жизни А из города эвакуировали женщин и детей Умирающих от голода Вот от маяка Кокарева Продержено 7 километров И вот этой шириной 7-10 километров Ледовые дороги шли непосредственно Вот на Кабону Как раз вот на том месте мы и стоим Мы где-то пересекаем одну из ледовых дорог И вот результат Мы здесь обнаружили машину Все уже давно забыли о капитане Сигварде Посчитав, что он погиб в ту страшную ночь Но именно во время войны Он вновь появился в водах Ладоги Это рапорт немецкого летчика Манфреда фон Рихтгофена От 21 июня 1942 года Пролетая над Ладожским озером В квадрате 24 Я заметил небольшое судно Без опознавательных знаков На борту виднелись лишь три шестерки Сделав разворот Я атаковал судно Сбросив две противолодочных бомбы Но безрезультатно Я повторил попытку Но она также оказалась неудачной Тогда я нанес прицельный удар Из пулеметов Но пули как будто проходили насквозь Не причиняя вреда кораблю Он продолжал двигаться В заданном направлении Израсходовав все боеприпасы Я был вынужден вернуться на базу Этот случай доказывает Мотобот капитана Сигварта Не исчез бесследно В водах Ладожского озера Пять лет назад Он по-прежнему бороздит Озерные просторы И никто на свете не может С уверенностью сказать Реальный это корабль Или призрак Ладога Настоящее кладбище погибших кораблей Духи озера насылают на моряков Ураганы и гигантские волны А чернокнижник Юхан Сигварт На своем призрачном корабле Похищает людей Отныне корабль капитана Сигварта Стали называть Летучим голландцем Ладожского озера Летучий голландец Это легендарный парусный корабль-призрак В 1641 году Голландский капитан Вандер Декен Возвращался из Ост-Индии И попал в шторм Около мыса Доброй Надежды Он поклялся продать душу дьяволу Если сможет невредимым Миновать мыс И не наскочить на скалы Дьявол выполнил его желание С тех пор капитан И обречен вечно бороздить Волны мирового океана На своем корабле Встреча с кораблем-призраком Летучим голландцем Идущим на всех парусах В никуда Издавна является для мореплавателей Предвестником черной беды Судя по всему Юхан Сигварт повторил Судьбу голландского капитана И судно 666 Так же опасно Как и мифический Летучий голландец Константин испытал это на себе Когда встретил в море корабль Капитана Сигварда И когда мы вернулись в порт У нас половина ходовых огней сгорела Сгорел топливный насос Перегорела маслопрокачивающая система То есть сгорел маслопрокачивающийся насос То есть вот хочешь верь, хочешь не верь А вот встреча с каким-то непонятным объектом Пришла к тому, что выгорела половина электрики После той встречи часть команды Отказалась выходить в Ладожское море Опасаясь за свою жизнь Но Константин не испугался Исправив сломанное оборудование на своем корабле Он продолжил заниматься своим любимым делом Встреча с кораблем-призраком Различных людей Изменяет их судьбу В зависимости от подготовленности От готовности увидеть и это осознать Если человек со страхом воспринимает явление То это ухудшает его дальнейшую жизнь А если он увидел и обрадовался Я стал свидетелем такого явления То проблем не будет Все будет хорошо Люди привыкли к тому, что большинство кораблекрушений Происходит в океане Виновниками катастроф Становятся, как правило, штормы, айсберги И коралловые рифы Однако те, кто живет поблизости от Ладоги Не понаслышке знакомы и со штормами И с загадочными волнами Достигающими размера более пяти с половиной метров Эти волны несут гибели кораблям И людям на берегу На дне Ладожского озера Покоится около сорока тысяч Потерпевших крушению судов Этот список пополняется ежегодно Причина Сильнейшие ураганы и штормы Которые возникают внезапно для моряков Местные жители хорошо знакомы С одним природным феноменом Который до сих пор остался почти неисследованным Он называется «три волны» Эти волны совершенно неожиданно возникают На гладкой поверхности озера И несутся к берегу Сметая все на своем пути 26 июня 1954 года В районе деревни Леднево Произошла трагедия Погода была прекрасная Озеро выглядело совершенно спокойным Многие из рыбаков Сидели на берегу озера с удочками Внезапно на берег обрушился водяной вал Висотой около 3 метров Это произошло так неожиданно, что никто не успел убежать Волны, обрушившиеся на береговую линию Уничтожили десятки построек Пострадало более 50 человек Из которых 8 утонуло Что же произошло? Откуда взялись гигантские волны? Есть версия, что все дело в подземных толчках Но тогда почему у сейсмологов Нет данных о совпадении этих толчков С появлениями волн? Возможно, они возникают По воле духов озера Если обычная волна Имеет четкую зависимость Между амплитудой волны И расстоянием между гребнями То на Ладжевском озере При той же амплитуде Расстояние между гребнями В два раза короче И судно, попав между этими короткими гребнями Может просто сломаться Местные жители верят Что тайны огромных волн Скрытые на дне озера Как-то связаны с Юханом Сигвардом Его мотоботом 666 И водной нечистью На службе у которой находится капитан Довольно часто Три шестерки видят именно На гребне гигантской волны Это зловещее судно Единственное из всех Смогло уцелеть Во время страшной Ладожской мури В 1944 году Город Кексгольм Вошел в состав Советского Союза И через 4 года Был переименован в Приозерск 13 лет Ничего не было слышно О капитане Сигварде Он вновь появился на Ладоге Так же неожиданно Как и пропал В ту злосчастную ночь Летом 1955 года Семен Шкруднев Гостил у своей родни В поселке На побережье Ладожского озера Как-то под вечер Он вышел на моторной лодке На Ладогу Чтобы проверить Поставленные накануне сети В районе острова Репой Моторка налетела на камень И затонула Семен вплавь добирался до берега Вдруг он заметил Проступающий сквозь туман Силуэт стоящего мотобота Недолго думая Шкруднев подплыл к кораблю И по свисающему с кормы тросу Поднялся на палубу Первое, что почувствовал Семен на борту Странный почти зимний холод И сильный запах Батревоженного ила И тут же заметил Стоящую у штурвала Фигуру в брезентовой робе И он увидел, что в рубке Какая-то личность стоит В брезентовой робе Когда он подошел Спросил, куда держим путь Услышал ответ в ад Он, конечно, страшно перепугался Прыгнул за борт И попнул, куда глаза Его выловили рыбаки И очень были удивлены Что когда они его спасали Он отбивался Кричал что-то невнятное Пока его спиртами напоили И в трюме не закрыли Семену Шкрудневу повезло Он остался жив Но многие из тех Кто попал на корабль Капитана Сигварда Навсегда пропадали В водах Ладоги Ладожское озеро В его неспокойных водах Можно встретить летучего голландца Который выглядит Как обыкновенный Старый мотовод Но это опасная встреча Ведь на борту У призрачного судна Число зверя 666 А у штурвала Зловещий капитан Не знающий жалости За годы поисков Юрий Попов сумел понять Что же случилось 31 августа 1937 года В финском городке Кексгольм Он нашел В средневековой хронике Старинное поверье О том Что тот Кто сумеет Подчинить Своей воле Водных хранителей Ладоги Сможет овладеть И несметными сокровищами Скрытыми В глубинах озера Я считаю Что капитан Сигвард Знал О древнем Ладожском поверье И решил на практике Использовать Свои знания Но Сигварду Вероятно Не хватило знаний Чтобы полностью Подчинить Своей воле Духов озера И они погубили его Вместе С мотоботом С тех пор капитаны Его проклятый корабль Обречены На вечные скитания По Ладоге С каждым разом Его пленников Становится Все больше и больше Водные повелители Требуют жертв Последний раз Призрачное судно Видели на Ладоге Зимой 2008 года Под вечер 27 февраля Сильным ветром В заливе Волховская губа Оторвало от берега Огромную льдину С рыбаками И понесло В открытое озеро В беду Попало Около Тысячи человек Из-за сложных Метеоусловий И плохой видимости Спасательные работы Пришлось отложить До утра Поэтому всю ночь Люди были вынуждены Мерзнуть на льду Когда их всех спасли Слава Богу Всех удалось спасти Вот То рыбаки Были очень возмущены Что к краю льдины Пристал какой-то странный Мотобот Несколько человек Успело на него забежать И он отошел Не взяв никого На борт Как выяснилось Людей спасало Только авиации Вертолеты А никакого Мотобота МЧС За действование Не было Выяснилось Что в полночь К дальнему концу Льдины Неслышно Пристал Мотобот Толпа с надеждой Побежала к нему Но едва На борт поднялись Четверо самых Резвых рыболовов Он не стал Ждать других И ушел В бушующее озеро Родственники Пропавших рыбаков Подняли тревогу На поиск Загадочного Мотобота Были подняты Вертолеты Всем находящимся На озере кораблям Была передана Информация С описанием Неизвестного судна Но все было Напрасно Через пять дней Беспрерывного поиска Рыбаков признали Без вести пропавшими Юхан Сигвард Снова собрал Дань Для духов озера На сегодняшний день Очень сложно сказать Когда вот Именно он появится Он может и сегодня И завтра И послезавтра Появиться То есть его Ожидать можно В любую секунду Может даже кто-то И видел Этот мотобот Но не придал Этому значения Ну Плавает кто-то И плавает Меня не трогает Да и ладно В течение Несколько часов Команда Константина Овчинникова Подводила трос И крепила Пантоны к машине Размывала грунт Под колесами автомобиля Чтобы облегчить подъем Когда все подготовительные работы Были выполнены Константин дал команду Капитану тральщика Начать подъем Поднимай давай Все пошел Прозвучал предупредительный гудок Тральщик дал малый ход Тросы натянулись В этот момент На Ладоге Неожиданно усилилась волна И в это же время Помощник капитана Закричал Смотрите Смотрите Все посмотрели В ту сторону Куда указывал помощник И увидели на горизонте Старый Ржавый мотобот Посмотрев в бинокль Константин С дрожью В голосе сказал Это он В то же мгновение Тросы один за другим Начали лопаться И поднятая с таким трудом Машина Снова ушла Под воду Сколько лет работаем По поиску и подъему техники На Ладоге Каждый раз убеждаю Что Ладога Просто так Не отдает ничего То что к ней попало От человека Затонувший ли это катер Самолет Танк Либо это какая-то машина Или баркас Каждый раз Это какие-то большие трудности Ничего Ладога Просто так Не отдает Сегодня Как и много лет назад Корабль-призрак Представляет для живых Огромную опасность Доказательство этому Бесследно пропавшие Пионеры И четверо любителей Зимней рыбалки Однако Исчезнувших людей Гораздо больше Просто не всегда Находятся свидетели того Что несчастные Перед тем Как пропасть без вести Попадали в холодные Объятия капитана Юхана Сигварда КОНЕЦ Попадали в холодные